МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну просто вот, вся жизнь перед глазами. Ольга Водопьянова уже третий день собирает свои вещи. В эту квартиру она больше не вернется. До сих пор трясутся руки. Ольга – единственная из жильцов восьмого этажа, кто пережил страшный взрыв. Когда раздался хлопок, она была дома одна. Взрывной волной ее повалило на пол. Входную дверь разворотила. Путь к спасению был отрезан. Оставалось только надеяться на помощь снаружи. Было это в 10-30 утра. Самое страшное для меня было, что ребенок пошел в это время гулять с собакой. И когда это все случилось, это был такой хлопок, взрыв. Первое, что я подумала, что где ребенок, позвонила ребенку, ребенок бежал под окнами, вот здесь на нее все это дело сыпалось. Дальше, в общем-то, я не увидела никаких повреждений в своей квартире. Взяла документы и хотела выйти, и выйти не смогла. Потому что дверь у нас была тамбурная, а ее разворотило. И я очень благодарна мужчине, который меня отсюда вытаскивали, в общем-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мой спаситель. Я не знала, когда 2 минуты, да? Да. Только познакомились. Познакомились. Так общались мы через дверь. Я, естественно, поняла, что я не могу выйти. Начала кричать, помогите мне, вытащите меня. Вот. И спросили, я не пострадала ли в квартире, обрушение есть или нет. Я сказала, что нет, я нормальная, ребенок мой на улице, и вот только мне надо выйти отсюда. Ломом, плечами. Мы ее внутрь вогнали, дверь, и уже Сергей ее разворачивал, а я ломом сбивал эти скобы все. И вон он там стоит, наверное, до сих пор. Виталий Фродков, сотрудник управляющей компании Юнисервис, в чьем ведении находится дом, вспоминает. Работал в офисе в соседнем доме. Услышал грохот и поспешил к месту происшествия. Он одним из первых оказался на улице Зеленой, 16. Вытаскивал из-под завалов людей, помогал пострадавшим. Ну, первый пострадавший, получается, мы вытащили отсюда, положили на личную клетку. Вот, его дверь вынесла взрывом. Люди оттуда стучали, та дверь была на месте, и вот там дворник мой побежал за ломом. Оттуда люди выбивали, мы отсюда тянули, вытащили эту дверь. Начали там разбирать завалы. Разбор завалов продолжается до сих пор. Виталий и его коллеги из управляющей компании обходят каждую квартиру, осматривают и помогают жителям с переездом. Соседи говорят, без их помощи вывести все необходимые вещи не смогли бы. Пока у друзей. Друзей много, и слава богу, что нам помогают. Помогают знакомые, помогает администрация, помогает вывести вещи, помогает с рабочими. Коробки, чемоданы, пакеты, бытовая техника и даже мебель. Все это жители «Зеленой-16» совместно с работниками управляющей компании выносят на улицу и грузят в ряды газелей. Если места в грузовиках не хватает, работники управляющей компании помогают отвезти вещи жителей до мест временного проживания на личных авто. Люди в рассерянности, в панике, поэтому с сотрудниками юнисервиса оказывается посильная и непосильная помощь. Жителям помогаем грамотно и правильно, со всеми нюансами составить акты ущерба, акты залития, чтобы в дальнейшем у жителей не было каких-то бюрократических проволочек и проблем. И заканчивая просто человеческой помощью по сбору вещей, выносу, погрузке, транспортированию к месту хранения и к месту временного проживания, которое предоставляет администрация. Трагедия на «Зеленой» показала. Химки – город людей, неравнодушных к чужой беде. Горожане выражают соболезнования семьям погибших. Желают скорейшего выздоровления тем, кто находится в больнице. И помогают, кто чем может. А жители дома 16 признаются. Помощь соседей, сотрудников компании «Юнисервис» и просто сторонних людей показала. Настоящие человеческие отношения еще существуют. И именно они – самое дорогое в жизни.